Гюрджан Каскад. Цанкацацхаме Матуцун. Мерок Тіне. Здравствуйте! В эфире передача «По факту». С нами сегодня директор аналитического центра Восконапад, политолог Гранд Мелик Шахназарян. Добрый день, Гранд. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. С радостью. Гранд, на армяно-азербайджанской границе появилось 20 пограничных столбов, иначе говоря, колышков. Тем не менее, невзирая на крайнее недовольство на протесты тавушцев, невзирая на то, что еще недавно ответственный по комиссии делимитациям Григориан заявлял, что нет консенсуса, процесс, кажется, пошел. Что скажете? Ну, все это преподносится обществу как демаркация и делимитация. В действительности, очевидно, и по моему глубокому убеждению, народ борется против того, чтобы вещи в реальности назывались своими именами. То есть, в действительности, это не демаркация и не делимитация. Это просто захват очередных территорий Армении со стороны Азербайджана, которая преподносится властями нашей страны как демаркация и делимитация. Почему? Люди, конечно же, желают мира, желают процветания, желают, чтобы не было войны. Но всем понятно, что в ходе этого процесса азербайджанцы практически берут все те территории, которые в будущем дадут им возможность с еще более, так сказать, активных позиций давить на Армению и держать нашу страну под контролем. То есть, они сейчас берут именно те места, которые имеют стратегическое значение в военном плане и даже в экономическом и так далее. Притом, делается это все в разных частях границы по-разному. То есть, в одном месте используются карты, скажем, 1973 года, в другом месте все эти карты откладываются, и азербайджанская сторона руководствуется другими принципами и так далее. А власти Армении фактически потакают всему этому, и народ это понимает. Вот именно против этого стал народ, потому что люди хотят знать точно, что после завершения настоящей демаркации, делимитации границ, будет настоящий мир, будут настоящие гарантии безопасности, и Армения не лишится возможности самообороны в будущем, если азербайджанская сторона решит пойти дальше. Другой вопрос в том, что фактически мы видим, что Азербайджан не устанавливает мир в регионе, то есть он не заинтересован в этом. В мире не заинтересована также Турция. То есть у них свои интересы, да, и эти интересы, они действительно являются угрозой для нашего будущего, для будущего нашей страны в регионе, и люди хотят, чтобы вот все процессы, которые происходят, как бы, чтобы мы не просто так уступали, да, врагу какие-то там территории, позиции и так далее, не только исполняли все их желания, но все-таки, чтобы был этот процесс, чтобы был, как бы, на равне, скажем, ну, как минимум, чтобы решать самая минимальная задача по безопасности страны. Вот именно поэтому все это сейчас происходит. Власти Армении продолжают сдавать, народ пытается противостоять этому. Но, к сожалению, до этого момента это пока еще не удается, как бы приостановить вот этот процесс сдачи родины врагу, вражеской стороне. Но я думаю, что процесс, который начался в настоящее время в Талуши, и который уже охватывает остальные территории Армении, дай бог, даст свои результаты, и мы увидим изменение логики всех этих родителей. То есть вы считаете, что эти протесты, они могут изменить ситуацию? Я считаю, что ситуацию могут изменить только протесты. То есть другого выхода нет. Не может... Но мы видим, с какой репрессивностью их подавляют. Да. Мы видим, что, наверное, нет какой-то организации во главе, не стоит. Да, совершенно все это правильно подмечено. Да, в действительности это децентрализованный процесс. В настоящее время люди в разных местах Армении встают, там маленькие акции протеста. Но, знаете, все большое начинается с первых шагов. То есть я не могу гарантировать точно, что вот этот процесс именно тот, который приведет к изменению власти в Армении. Но я вижу реальный потенциал добиться этой задачи вот именно начинающейся. Без поддержки внешних сил. Возможно? Это, наверное, самый краеугольный вопрос, который, по моему глубокому убеждению, уже сдерживает многих политических сил от активного вовлечения в эти процессы. То есть люди ожидают каких-то сигналов извне. Или же есть опасение того, что если вот те процессы, которые, в принципе, согласованы на геопатическом уровне, а так называемая демаркансия делимитация, к сожалению, она согласована. Мы видели одобрительные заявления из Соединенных Штатов Америки, из Европы, из России, из Ирана, отовсюду. То есть все валят, Пашиняна и Алиева, за то, что они взялись за этот процесс. То есть это согласованный геопатический процесс. И есть опасение того, что если вот альманский народ пойдет против этого, против того, что уже согласовано на народном уровне, Азербайджан может воспользоваться ситуацией и решать эти вопросы военным. И его никто не удержит. И его никто не удержит. Но я более чем уверен, что и так, не делая ничего, все равно мы придем к тому же результату. То есть вот этот процесс, он очень очевиден, куда это приведет. А если вот встать против всего этого, если вот воспрепятствовать сдаче нашей Родины вражеской стороне, то есть результат будет очевиден, да, мы все это потеряем. А в случае изменения власти, в случае того, как если вот придут нормальные люди, нормальные силы, я более чем уверен, что вот этот процесс демаркации и делимитации, который так или иначе надо произвести, они просто смогут, вот новые силы смогут это сделать с точки зрения недавления Азербайджана, да, вот вражеская сторона требует и мы сдаем, а с точки зрения международного права, как вы вообще делаете демаркать эти лимитации границ между цивильными странами, какие принципы учитываете и так далее. То есть я думаю, что вот это важный месседж, который политические силы Армении должны дать. То есть они не должны пойти против всех. В настоящее время, к сожалению, у Армении нет такого потенциала, чтобы пойти против всех. Но надо сделать все, что делается, цивильным образом, так, чтобы Армения тоже в конце этого процесса имела какие-то результаты, не только потери, потери, потери. Эти протесты, они, на ваш взгляд, чем-то отличаются от тех, которые уже не раз вспыхивали за последние годы и, в общем-то, достаточно быстро сходили на нет. Я думаю, что различных факторов много. Во-первых, скажу, что это, так сказать, действительно неорганизован, то есть сам с собой возникший протест. Это во-первых. Во-вторых, мы видим, что протест начался не в Ереване, а в регионах. То есть вся Армения уже вовлечена или имеет потенциал к тому, чтобы вся Армения была вовлечена. В-третьих, лидеры протеста, то есть очевидных лидеров, кроме Баграта Сарпазана, в настоящее время нет. Простите, перебью, есть мнение, что лишь церковь в Армении сегодня имеет реальный ресурс противостоять власти. Ну, я не думаю, что это так. У церкви есть большой ресурс, но не только у церкви есть ресурсы противостоять власти. Наоборот, я думаю, что ресурс есть в так сказанном национальном поле. Вот так я сказал. Церковь — часть этого национального поля. Есть партии, которые тоже имеют большие ресурсы. Здесь важно, чтобы объединить эти ресурсы, потому что церковь сама, но это не функция церкви, и церковь сама не сможет решить этот вопрос до конца. Если не будет поддержка других политических партий, вот именно национальных политических партий, политических сил, лидеров, я не знаю, элиты, то, к сожалению, ничего не выйдет. Вот оставить все на церкви, а потом сказать, вот это был наш последний шанс, и церковь не смогла, это неправильно, это не так. Мы все должны понимать, что у церкви вообще-то другая миссия, вообще другая миссия. И методы действия у церкви всегда другие, это не политические методы действия. И еще церковь, вот, в принципе, она как бы может сыграть объединяющую роль, но основные ресурсы должны мы искать в политическом поле. Рент, в Москве звучат мнения, что Россия может самопроизвольно покинуть Армению, не дожидаясь, когда ее попросят, так грубо говоря. Считаете ли вы это возможным? А куда покинут? А куда уйти? Россия не может уйти из нашего региона. Так она может остаться на Южном Кавказе, но уйти из Армении? Все чаще звучат подобные мнения. Это, наверное, не мнение, это были угроза, нежели мнение, вот мы уйдем, вы останетесь с турками наедине. Ну, это тоже позиция, да. Я знаю, что вот это позиция озвучивалась не раз и в разные периоды. Да? Ну, в принципе, я понимаю, все мы понимаем, что Южный Кавказ это регион жизненно важных интересов Российской Федерации. То есть не может Россия претендовать на более или менее глобальную роль, даже региональную роль без присутствия на Южном Кавказе. Не может Россия быть активной на Ближнем Востоке без Южного Кавказа. Даже Черноморский регион, где сейчас, в принципе, идут военные действия. Но Южный Кавказ вы обуславливаете только с Арменией? Ну, в настоящий время... Россия может находиться где-то в иных странах? Не может Россия уйти из Армении и основаться, так сказать, в Грузии или в Азербайджане. Мы все понимаем, что... Вот если оставить в стороне ту риторику, которая существует между властями Армении и России в настоящее время, мы все понимаем, что на Южном Кавказе у России есть серьезные соперники. Это в основном, в первую очередь, это Турция. И продолжение Турции, это Азербайджан, которые стремятся через эту территорию попасть на Центральную Азию. Даже в южные регионы России, там тюркские государства много есть, тюркские республики. И Турция всегда активно работала в этом направлении. Это вызов национальной безопасности России. Россия это понимает. Другое слое, что сейчас, исходя из, так сказать, политической конъюнктуры, других вопросов, на эти вопросы глаза закрываются или даже наоборот, потыкается интересам Турции в нашем регионе в угоду интересам России на украинском фронте. Экономическим интересам. В основном на украинском фронте экономические интересы тоже здесь присутствуют, конечно же. Но в основе всей политики, то есть это, так сказать, амплитуда, она все-таки всегда происходит вокруг главной оси. Это то, что Россия и Турция это геополитические противники. Следователем в регионе, Армения это та страна, на которую Россия всегда опиралась именно для сдерживания турецкого влияния. В настоящее время мы этого не видим, но я уверен, что у России другого выбора просто нет. Рано или поздно они должны будут вернуться к стратегическим целям и задачам, которые у них существуют в нашем регионе. А это означает опять заближение армяно-российских отношений. Чем объясните преждевременный уход миротворцев из Арцаха? Теперь вандализм Азербайджана не остановит никто. Я не знаю, я действительно не знаю. Для меня это выглядело как предательство. Российская сторона, которая должна была защищать Армян на Горном и Карабаха, она фактически не сделала этого. Все, так сказать, постоянно обвиняя Пашиняна, фактически российская сторона бежала от той части ответственности, которая лежала на ней. для меня это выглядело как предательство. Я не могу объяснить, почему российская сторона пошла на это. Может быть, все-таки это тоже было связано с развитием на Украинском фронте, с развитием и с той коалиции, которая сейчас формируется и активизируется военно-финансовая и экономическая коалиция против России. То есть они хотели еще какие-то жесты сделать в сторону Турции и Азербайджана, чтобы с этой стороны проблем не было. Может быть, в России даже надеете, и многие мои коллеги, эксперты об этом говорят, что это еще ничего не значит, мы ушли, но в любой момент можем вернуться и так далее. Но факт остается фактом, что да, Арцах остался совершенно без какой-либо защиты. И в тот же день, когда русские стали уходиться оттуда, мы получили, например, фотографии села Каринтак, видим, как азербайджанцы стирают с лица земли все армянское, все, что есть там, существует. Там были церкви, храмы и так далее. Это все стирается, уничтожается. И ответственность за это тоже в какой-то части будет лежать на России. А как вы считаете, Россия имеет какое-то влияние на Азербайджан? Ну, я уверен, что в России есть достаточно потенциала иметь такое влияние. Другой факт, другой вопрос, хотят ли русские в настоящее время использовать этот потенциал или не хотят. по-моему, все-таки какие-то вопросы там решаются. И вот после встречи Алиева с Путином, хотя там без разницы, Алиева и Пашиняна, мы видим определенную оценку со стороны Баку, которые намекают о том, что с русскими у них есть какие-то договоренности, и Алиева эти договоренности держит. наоборот, стало очень это так сказать забавно звучать, когда Алиев призывает Армению выстраивать нормальные отношения с Россией. Говорит, что вот видите, будет война, ваши другие эти сражники, которые вам сейчас обещания раздают, они после первого же выстрела убегут из региона. Вот об этом говорится. Понимаете, куда мы дошли, что вот такие вопросы поднимаются. Но я более чем уверен, что вот эти месседжи Алиев передавал именно со слов Путина и сразу же после встречи. А как вы считаете, Пашинян поедет в Москву, и если да, встреча с Путиным что-то изменит, посложнившихся отношения с Москвой? Ой, это сложный вопрос, потому что предугадать, что сделает Пашинян, это просто невозможно. То есть там никакой логики просто нет. но я более склонен думать о том, что он пойдет, и даже думаю, что какие-то договоренности все-таки будут. И это связано, опять-таки, я сейчас скажу вещи, которые для армянской стороны, не для армян, для нашего государства неприятно будет участвовать, но все-таки Россия сейчас не нужна, так сказать, новая головная боль в нашем регионе. Если есть человек, на которого можно свалить все эти уступки и так далее, почему бы и нет? Можно сделать вид, что мы поговорили, пообщались, поняли друг друга, будем работать дальше. То, что и делает Россия все эти годы. Ну, не все эти годы, но в последние 2-3 года, да, это так. и я думаю, с их стороны я понимаю, что они делают, то есть с точки зрения интересов России все понятно, особенно если у них есть уверенность, что в любой момент они могут вернуться в регион и опять установить свои правила игры, а это реально возможно для России, это, так сказать, проблема не из трудно решаемых, особенно если на Украине будет определенный прорыв, то после этого Россия будет решать все вопросы на всем постсоветском пространстве. То есть сейчас у них такая стратегия, но, к сожалению, вот эта стратегия, она уж очень больно бьет по нашим интересам, мы уже фактически потеряли Арцах, потеряли столько солдат, наших сыновей, братьев, мы сейчас теряем фактически суверенитет нашей страны. седьмой месяц военно-политическое руководство Арцаха и Рубен Вартанян находятся в бакинских тюрьмах. Вартанян голодал, завершил голодовку. Каким вам видится будущее этих людей? Каков их шанс выйти на свободу? Знаете, это действительно национальный позор, то, что эти люди оказались в этой ситуации. И, кстати, в этом тоже есть вина нескольких сторон. Там были какие-то гарантии определенные и так далее, обещания, но все это, к сожалению, не сдержалось. Я очень-очень надеюсь на то, что они все-таки выйдут оттуда, то есть какими-то методами можно будет вызволить этих людей из бакинских тюрем. Но я так скажу, что в те шаги, которые предпринимаются в этом направлении, они неудовлетворительны. То есть что делать? Власти Нагорнок Арабахской республики сейчас фактически молчат, чтобы не навредить людям, которые находятся в плену. А власти Азербайджана это понимают. То есть если можно удерживать нескольких человек, заставить президента Арцаха ничего не говорить о республике Арцах, фактически признавать то, что это государственное образование образе мёта, а зачем отпускать тогда? Надо наоборот, надо более активно тогда, чтобы в боку поняли, что никакой пользы от того, что они содержат бывших лидеров Арцаха в плену нету, тогда может быть они решат как-то в качестве жеста, не знаю, направленной Россией или европейским или американским партнерам что-нибудь сделать. избавиться от этого груза, морального груза, который лежит на них по поводу военно-пленных. А так власти Арцаха ничего не делают, власти армии вообще неинтересно, они даже наверное хотели бы, чтобы эти люди остались в плену у азербайджанцев. Общественность тоже, к сожалению, очень пассивна, и поэтому в этой ситуации ничего хорошего я вот в этом вопросе не вижу, к сожалению. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо за приглашение. Передача по факту подошла к концу. С нами был директор аналитического центра Босканапад, политолог Грянт Мелик Шахназарян. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok